На канал The Get поступил вопрос, почему православные женщины так некрасиво одетые, неухоженные? Ну, я бы сказал, что я бы не стал так обобщать, что православные женщины почему-то некрасиво одетые, неухоженные. Любой культурный человек, начнем с этого, издалека от культуры, он должен быть хорошо одет, имеется в виду чисто одет, опрятно, аккуратно одет и, соответственно, выглядит тоже культурно, красиво. Потому что, ну, посмотрите, посмотрите на иконы, где мы видим неопрятно одетого святого. Тем мы видим рваные ризы на иконах, или грязную обувь, или склокоченные волосы. Ну, может быть, если мы будем смотреть на иконы Христа Радиородиуха, и то стилистически эти иконы, они выглядят очень красиво, очень аккуратно, элегантно, я бы сказал так. Ну, соответственно, человек тоже, верующий человек, он гармоничен, потому что в нем есть свои этажи, есть высокий этаж, дух, есть душа духовная, которая имеет верхний полюс духа. Есть его телецная составляющая. Конечно, когда человек имеет гармонию в душе, в духе, то, безусловно, эта гармония, она переходит и на его внешний вид. И когда человек смиренен, а смирение – это все-таки не унижение, смирение – это Божие качества, это тайна. Когда человек ближе к Богу становится, у него приходит смирение в душу. И человек смиренный очень красив на самом деле, у него эта красота, она абсолютно везде. Она не в том, что он не уверен в себе или что-то боится, это не смирение. А смиренный человек, он красив именно тем, что он благороден духовно. Если мы посмотрим в монастыре на людей, которые много молятся, на монахов, то многие, наверное, замечают, что они как будто имеют благородные лица, благородное выражение лица. И все некрасиво, и выражение глаз красиво, благородно, и походка, и то, как они говорят, тембр голоса. И, соответственно, и одежда тоже должна быть приличная у человека, аккуратная и приличная. То есть, истинная красота, она заключается в смирении, в смирении, приобретении вот этого Божьего качества, которое нас Богу приближает. Истинная красота женщины, она не во внешней яркости, которая привлекает. Ведь попугаи тоже привлекают внимание яркостью, или что там еще, или в животном мире, да, эта яркость привлекает противоположный пол. Настоящая красота, она глубинная, она глубокая, и она становится заметной, когда человек красив по-настоящему. И есть красота, которая соблазняет, которая располагает на мысли о грехе. А есть красота, которая по-хорошему заражает. Если человек смиренен, то он заражает других смирением. С ним хорошо, с ним тихо, мирно, и на душе хорошо. Ничего нечистого не возникает при общении с смиренным человеком, а наоборот. Хочется подражать, хочется быть совершенней, хочется тоже такой гармонии и красоты. Ну, вот у апостолов, можем прочитать, например, у апостола Петра, это касается женщин, он пишет. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы и нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!